Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про День знаний, грядущее 1 сентября. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем для вас в прямом эфире. Звоните, и мы стараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Оксана Владимировна Романовская. Добрый вечер. Оксана Владимировна работает в комиссии, которая занимается вопросами образования как раз-таки в рамках общественной палаты Одинцовского района. И также сегодня у нас впервые Оксана Борисовна Шарыгина. Добрый вечер. Оксана Борисовна занимает очень интересный пост. Вы директор средней школы в Горках 10. Да. Ну что же, День знаний. Чего про него только не говорили, но все равно, наверное, каждый год всегда что-то новое получается, что-то новое хочется сделать, что-то старое исправить, поправить, сделать лучше. Давайте вот прям начнем, может быть, не в рамках общественной палаты, да, а в рамках вообще вашей работы, потому что, Оксана Владимировна, вы ведь тоже работаете в школе, вы ведь тоже директор, в рамках своих образовательных учреждений. Что вы вообще готовите к нашему предстоящему Дню знаний? Ну, во-первых, конечно, мы сначала готовим само помещение, стараемся привести косметический ремонт, обновить там рекреации, кабинеты, и как за счет денег, выделенных из муниципального бюджета, так и за счет привлеченных средств. Вот в этом году мы открыли кабинет по основам православной культуры, подготовили, так как в школах вводится, уже ввелся давно предмет ОРКС, такой есть модуль в начальной школе, и духовное краеведение Подмосковья в рамках регионального компонента из восьмом классе. То вот такой кабинет, была такая необходимость сделать кабинет такой направленности предметный. А я просто могла ошибиться, когда я, конечно, заканчивал школу, еще не было этого предмета, для него требуется какое-то особое оборудование или что? Зачем нужен прям вот особо обставленный особый кабинет? Ну, потому что там, да, все оформлено вот в рамках вот этого духовно-нравственного направления. Ну, как есть и кабинет математики, физики, там таблицы, программное обеспечение. Также и вот по данному предмету тоже литература, стенды оформленные, и, ну, загружено программное обеспечение, которое требует, чтобы не бегать. По апробации у Оксаны Владимировны я просто знаю о том, что они еще используют в этом кабинете, планируют использовать, и закуплены уже электронные учебники. Сейчас это очень актуально, поэтому вот посмотрим. Действительно, не так давно у нас проскочила новость, что столичные школы планируют до конца года полностью все оснастить кабинеты в каждой школе электронными досками. Вот, и, соответственно, я так понимаю, со временем это и в Московскую область также должно уже прийти, причем в ближайшие годы. Оксана Борисовна, у меня к вам вопрос, знаете, какого характера, опять же, относительно предмета основы, как она правильно называется, основы православной культуры. Да, да, да. Основы православной культуры. Вот смотрите, у нас же ведь, несмотря на то, что Россия, это, безусловно, страна многоконфессиональная и так далее, тем не менее, все-таки надо понимать, что Россия, в первую очередь, страна православная. Это всегда было в основе нашей культуры, наших морально-этических норм, ценностей и так далее. Но, тем не менее, у нас есть и мусульмане, у нас есть и представители других конфессий. А если можно, для наших зрителей в двух словах, если, например, человек мусульманин, да, ребеночек из мусульманской семьи, ну, условно говоря, он обязан посещать эти предметы? Нет. Значит, механизм выбора модуля вот в рамках этого предмета следующий. После третьего класса, то есть перед четвертым классом, проходят общешкольные родительские собрания, где учителя, они ведут специальную подготовку, их учат этому, предлагают шесть модулей. То есть эта программа рассчитана на шесть модулей. Там действительно есть, как вы говорите, и основы мусульманской культуры, и основы есть буддизма, и основы православия, и есть основы светской этики. То есть такой вот, знаете, предмет, который, в принципе, нужен всем нам, и детям, и взрослым. То есть рассказывают, как себя вести надо в обществе, как надо относиться к девочкам, как надо относиться к мальчикам. В общем-то, это тот предмет, который до революции в рамках еще Российской империи преподавался обязательно в любых сословиях. Да, и каждый родитель, мама или папа определяют, что ему ближе. То есть если это семья православная, то тогда они идут, конечно, выбирают основу православных культур. Если это семья мусульманская, то, значит, соответственно, у них вот есть. Я хочу сказать, что в этом году наша школа, очень сильно мы были удивлены, но у нас вот один папочка предложил, ну, как бы выбрал основу буддистской культуры. Поэтому был закоплен целый учебно-методический комплекс. Правда, изучать они будут в семейной форме, но тем не менее мы обязаны им предоставить УМК по этому предмету. А что касается преподавателей, насколько это подготовленные люди, какое образование они имеют? Оксана Владимировна. Курсы проходят, курсовую подготовку по данным модулям. Вообще этот предмет называется «Основы религиозной культуры и светской этики». И вот он делится как раз на шесть модулей. И вот, как уже Оксана Борисовна сказала, каждый выбирает, в каждой школе выбирается. Есть еще там модуль «Основы мировых религиозных культур». И в основном по району у нас выбирают три модуля. Это «Основы православных культур», «Основы мировых религиозных культур», где рассматриваются все культуры и «Основы светской этики». Вообще, на самом деле, я сейчас впервые, на самом-то деле, пожалуй, услышав название этого предмета, «Основы религиозной культуры», вы сказали, «Светской этики». На самом деле, очень утонченное название, потому что у нас, в общем-то, в основе существующих в свете нашем, как говорят, светские культуры, светская этика и морали, лежит как раз-таки, в общем-то, религиозный фундамент, который шел еще там с момента вкрещения Руси и дальнейшие годы. У меня к вам вопрос относительно вообще вот подобных нововведений. Ведь в последние годы школа российская изменилась реально очень серьезно. Я помню, был, опять же, когда я еще учился, фурор, когда начали массово вводить информатику, чего раньше, в общем-то, не было. Это было чем-то странным и непонятным. Чем будут заниматься наши дети, компьютеры, при чем здесь вообще-то? В Советском Союзе ничего подобного не было и как-то спокойно жили. А сейчас вот тоже что-то принципиально новое. Разумеется, нельзя сказать, что религиозные какие-то культурные моменты – это что-то новое, свойственное современному времени. Но, тем не менее, в школах раньше этого не преподавали, так как сейчас. Вот на ваш взгляд, с чем связано вот это вот обновление программ школьных, новые предметы, изменение предметов старых? Ну, во-первых, с введением новых федеральных образовательных стандартов, там есть прям целый раздел в образовательной программе, целый раздел, который называется «Духовно-нравственное воспитание». И в рамках этой программы и вводятся данные предметы. Дело все в том, что культура нашего народа – это, наверное, первая и неотъемлемая часть, потому что, как и воспитание, и насколько человек будет и духовно воспитан, и нравственно воспитан, ну, и уже так он и будет относиться потом и к образованию. Вот. И эти предметы введены, я думаю, для того, чтобы каждый человек был человеком и был личностью, духовно-нравственной и воспитанной, и культурной. Ну, а кроме этого, вы же сами сказали, наша страна большая, у нас много национальностей, и для того, чтобы дети учились жить друг с другом в толерантных отношениях, этот предмет как раз и воспитывают. Он не говорит о конкретном, знаете, иногда родители обращаются, молиться будут. Нет. Он говорит именно о культуре, о том, что в нашей стране есть. Золотое кольцо, в которых есть храмы 15-14 века. То есть, что можно посмотреть. О том, что, как архитектура, как развивается она в связи с этим. Поэтому это вот как раз одна из основ действительно гражданско-нравственного воспитания. На самом деле, в предметах школьного курса и в истории есть же темы, когда проходят разные государства, историю разных государств, то там же тоже есть. Религия – это неотъемлемая часть. Ни одно государство не бывает без религии, имеет свое. И на самом деле здесь рассматривается именно на принципе направление такое, что как в разных религиях, но идут к воспитанию личности, к становлению человека человеком, чтобы он был. Дальше. Также в школьном курсе есть и на старшей ступени МХК такой предмет – мировая художественная культура. То есть здесь все просто, скажем так, с более раннего возраста начали преподавать. Есть такой предмет искусства, который тоже входит частично и культуры, и памятники архитектуры, и картины. Но вот этот предмет, который мы тоже изучаем в начальной школе, и в восьмом классе, это же тоже вот они все пересекаются между собой. И там и нравственные вопросы рассматриваются только с точки зрения религии. А в основах светской этики мы же все равно корни у нас произошли из семьи, и дальше воспитание идет в семье, потом в школе. И поэтому, когда мы начинаем изучать разные религии, то там вот как раз основы и делаются. Что семья в представлении православной культуры, что семья в основах мусульманской культуры, этой религии и так далее. Ведь действительно это весьма полезно, сложно переоценить, насколько это полезно в плане именно взаимоотношений между людьми, православными, мусульманами, иудеями и так далее. У меня к вам вопрос относительно продолжительности этого курса. Вы сказали, что три модуля у нас, как правило, выбирают родители. А сколько вообще модуль длится? Ну, модуль — это один час в неделю. Это безоценочная система, это выбор, то есть это такой творческий предмет. В конце изучение какие-то проекты. То есть этот предмет преподается не просто еще, например, только по учебникам. Это и выездные экскурсии. Это и с приглашением там священнослужителей. И это проведение совместных мероприятий родителей и дети. И они проекты пишут, где они вот путешествовали и видели. Это очень интересно, на самом деле, развивает кругом. Вы знаете, похоже на то, что в высших учебных заведениях называется специальность. То, что раньше было не свойственно средним учебным, средним общеобразовательным школьным заведениям. Любопытно. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем уже к непосредственной работе общественной палаты нашего Одинцовского района. После небольшой паузы мне, уважаемые телезрители, подсказывают, что поступил звонок у нас. К сожалению, человек не оставил своих контактных данных. Суть следующая. Не так давно на улице Говорова сгорела палатка, находившаяся около автобусной остановки, насколько я успел понять. Представители, по всей видимости, хозяева этой палатки разобрали то, что осталось от предприятия. И, судя по заявлениям нашего зрителя, вывезли то, что осталось в лес. Причем не закопали, ничего, просто свалили, все непосредственно как лежало, так и положили. Во-первых, я вас очень попрошу, если вам не сложно, пожалуйста, еще раз нам наберите, оставьте свои контактные данные. Ваш звонок, разумеется, мы сейчас с комиссией по образованию и с директором из Горок-10 не будем обсуждать, но обязательно передадим его в соответствующую профильную комиссию. Они хотели бы наверняка выехать на место, посмотреть, что там произошло, проявляющие муниципальные власти и правоохранительные органы, потому что нарушение, по крайней мере, то, как вы сейчас это описали, нарушение налицо. Уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о Дне знаний. Нас ждет 1 сентября, весьма интересное, будет много новшеств. И если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Звоните на наш телефон 508-86-84. Возвращаясь к работе непосредственно общественной палаты Одинцовского района, я так понимаю, что вы сейчас готовитесь в рамках вашей комиссии ко дню выездного приема населения. А что делаете? Что вообще ожидаете от него? Что мы делаем? Ну, во-первых, мы распределились всей общественной палатой, где и как во всех поселениях это будет проходить, этот выездной прием. И уже жители наши все знают о том, что куда приходить будет им. И объявления на сайте общественной палаты, и в микрорайонах в виде там листовочек, или на сайтах, например, школу можно сделать объявление, что будет место, куда могут прийти жители и со своими проблемами, и озвучить их, и мы все обращаем, и обратиться в письменном виде, написать там заявление обращения. А много вопросов заранее присылают по работе непосредственно по профилю вашей комиссии? Да, присылают заранее. Значит, вопросы в основном такие, что в связи с тем, что идет точечная застройка микрорайонов, и очень много получается приезжает людей, получается увеличение населения, а мест в школах тоже должно увеличиваться, но пока увеличивается только за счет увеличения количества детей в классах. И поэтому бывают обращения, что будет дальше, что пристройки, да, пристройки, или постройки новых школ, да, также и детских там садиков. Ну, в разных поселениях и конкретно в микрорайонах города Одинцово разные ситуации, но прирост населения есть. Есть, да. Да. Поэтому это один из вопросов. Дальше досуг детей. То есть тоже не во всех микрорайонах города Одинцово есть места для занятия детей спортом, для занятия детей дополнительным образованием, там, танцами, музыкой. Получается, что вся большая часть спортивных сооружений, фоков и музыкальных школ или школ искусств находятся на территории Одинцово с первого по седьмой микрорайон, да. А вот восьмой микрорайон, девятый микрорайон, они вот на сегодняшний день страдают, дети страдают от этого, потому что у них этого нет. Это вот проблема. И действительно, пока не построят дорогу, которая свяжет восьмой микрорайон с основной частью Одинцово, я думаю, эта проблема останется весьма серьезной. Ведь, ну, дети заканчивают школу во сколько сейчас? В четыре примерно? В три часа дня? Ну, в три, наверное, скорее всего, часа дня, да. И даже если родители, представьте, вот вечером приходят с работы и так далее, ну, вот как по пробкам вот этим безумным из восьмого микрорайона ехать в основную часть Одинцово, чтобы ребенка либо забрать с занятий дополнительного образования или спортивных секций, да, либо привезти, это, конечно, проблема. Ну, я так понимаю, сейчас с этим ничего не поделать, потому что есть вполне конкретные планы расширения города. Есть объективные причины, да, поэтому здесь то, что... Ну, их никак не форсировать, конечно. На самом деле, конечно, этот вопрос поднимается, и на перспективу планируется мероприятие. Либо это будут пристройки к школам для дополнительного места, реконструируются внутренние помещения школы, мы уже говорили об этом, чтобы избавиться от второй смены, вот, чтобы не было... Значит, какие-то помещения делаются под кабинеты. А также, думаю, что, ну, постройка спортивного там, зала универсального, это вполне возможно восьмой микрорайончик. Ну, здесь, вы знаете, нужно, конечно же... Потому что, понимаете, если все с восьмого района будут ездить, если и дорогу построят в центральную часть нашего города... Здесь тоже место закончится. Они тоже не смогут принять всех детей, желающих. Конечно. Здесь нужно учитывать тот факт, что Московская область, если доверять словам губернатора нашего, действительно растет, как ни один регион России. Просто безумный прирост совершенно... И вы правильно понимаю, в этом году на 40 тысяч детей больше пойдет в школы, чем в прошлом. Нет, на 3 700. На 3 700 человек. В нашем районе. В нашем районе. Нет-нет, я про область. Там совершенно безумные цифры называют. Это просто сумасшедшая, конечно. Вот даже в нашем районе 3 700, это тоже весомая сумма. То есть увеличение классов будет обязательно проходить. Даже мы, вот сельская школа, Горки-10 расположена в сельском поселении Успенское, мы в этом году тоже на себе это ощутили. Мы приняли только за лето 70 человек детей. Для нашей сельской школы это 3 новых класса по 20 человек. Это помимо первоклассников, которых нас за 100. А с точки зрения управления персоналом, расширяете число преподавателей или увеличивается число работы у прежних сотрудников? Нет, пока мы укладываемся. Пока мы укладываемся. Мы все-таки сельская школа, мы отдалены от города Одинцова. У нас чуть лучше ситуация с наполняемостью. Но тоже в этом году у меня, вот в нашей школе, в первых классах по 28 человек. Ну, сами понимаете, конечно, что увеличение численности населения, оно связано с улучшением жизни. В первую очередь то, что Московская область реально превращается в... Ну, она, в общем, всегда и была, но сейчас вообще уходит абсолютно локомотивом по всем вообще регионам России, просто вперед, по всем показателям. Разумеется, сюда очень многие люди переезжают жить. Разумеется, здесь появляется... Комфортно. Да, из-за комфорта появляется желание превращаться в многодетные уже семьи. Ну, конечно, с этим связаны некоторые неудобства. Что поделать? Будет расти и Одинцовский район, и Московская область. Будем стараться отвечать требованиям населения. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть. Не так давно у нас прошел форум в Московской области, как раз-таки посвященный итогам образовательной деятельности региона за прошлый год и планам на будущее. Давайте посмотрим, что сказали нам наши районные и региональные власти. Дискуссии мастер-класса и, конечно, награждение лучших. В Подмосковье прошел крупный педагогический форум «Современное образование. Лидерство Подмосковья». Мероприятие началось с подведения итогов года, который оказался богатым на приятные новости. В 2017 году нами приняты ряд решений, которые позволили нам со 120 до 158 миллиардов рублей увеличить финансирование на образование. Мы регион, который в абсолютном значении сделал самое большое вливание, самое большое увлечение в систему образования. По словам губернатора, средства пойдут на заработную плату педагогов, капремонт и строительство школ, а также приобретение нового оборудования. По итогам года Одинцовский район отметился большими достижениями. Сразу четыре наши школы вошли в сотню лучших образовательных учреждений региона. В планах на будущее – дальнейшее развитие. В этом году мы вводим два учебных заведения – Лесногородскую школу на 1100 мест и Большой образовательный комплекс «Враздор». Что позволит несколько снизить и вторую смену, и, соответственно, появятся дополнительные места для тех детей, которые пойдут в первый класс. Руководство района, сотрудники администрации и Одинцовские педагоги с помощью веб-камер увидели открытие регионального форума. С самого начала губернатор дал понять – Московская область развивается, и высоких результатов ждут от каждого муниципалитета. Мы – регион, который прибавляет в численности больше, чем какой-либо другой. За прошлый год численность увеличилась на 102 тысячи человек. В этом году, 1 сентября, в наши школы пойдет на 40 тысяч ребятишек больше, чем годом ранее, на 7 с половиной тысяч больше первоклашек. В новом учебном году правительство намерено уделить особое внимание педагогическому составу областных школ. Учителя иностранных языков смогут отправиться на стажировку за границу. А педагоги детей, которые наберут 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в 100 тысяч рублей. Ну что же, как видно, действительно очень большие шаги делают наши области и наш, в частности, Одинцовский район на ниве развития образования. И один из моментов наиболее важных, наиболее интересных и наиболее, пожалуй, значимых – это то, что у нас появляются в районе новые образовательные учреждения, а старые приводятся в более пристойный, что ли, вид. Хотя, на самом-то деле, у нас большинство школ находятся, на самом деле, не то, что просто в пристойном виде, они вообще замечательно выглядят, хорошо функционируют. Но, тем не менее, ремонт – это всегда благо. И, пожалуй, вот я сейчас непосредственно к вам, как к нашим директорам, обращусь по этому поводу. Вот, если честно, как у вас дела с ремонтами? Что нужно сделать? Всем ли довольны? Как у вас вообще эта работа сейчас проходит? Ну, конкретно на Одинцовскую школу номер один было выделено 4,5 миллиона для ремонта спецкабинетов, туалетных комнат и электромонтажные работы. Все работы выполнены в срок и очень качественно. И мы, ребята, войдут в новые светлые кабинеты с новой специальной мебелью, с оборудованием для проведения качественного урока и уроков. И наша школа является пунктом приема экзаменов. И, соответственно, что все для благополучной, успешной сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена по таким предметам, как химия, физика, биология, это все условия созданы. Уже готовы? Да. Оксана Владимировна, Оксана Борисовна, у меня есть вот некоторые не то чтобы опасения, но интересуют меня. Вот смотрите, что такое ремонт, мы все знаем. После него и запах, и пыль в воздухе стоит и так далее. Как у вас со сроками этого ремонта? Я так понимаю, он, наверное, закончился еще в начале лета, чтобы сейчас все успело выветриться, и для детишек все было готово. Закончился он до 14 августа, потому что 14 августа межведомственная комиссия принимала образовательные учреждения, и все учреждения были приняты. Ну, пахнуть-то не будет лаком, краской. Нет, ничего нет. Ну, лаком, во-первых, работы проводятся в соответствии с сертификатами и окраска стен, и чего у нас окраска стен, она не, ну, там, подоконников, она соответствует всем нормам, да, санпинам, которые нужны для образовательных учреждений. И поэтому она не содержит такого запаха и не оставляет для того, чтобы долго выветриваться. И, соответственно, вредных примесей, и так же там нет. Нет, конечно. Нет, она вся гипоаллергенная, и на всех красках, какие только мы используем, ну, используют подрядчики, на них всех написано. Утверждено для детских образовательных учреждений. То есть это та специальная краска, в которой нет ни свинцовых добавок, ничего. Она действительно, как Оксана Владимировна сказала, не пахнет, она быстро сохнет, и она вся на водной основе. Потому что по нормам санпин нам запрещено использовать эмали и таким очень плотным. Немного покрасочного изделия, никакого лака, о котором вы говорите. Нет, нет, нет. Оксана Борисовна, я вас сейчас попрошу немножечко нам похвастаться перед зрителями. Знаю, что у вас прошел действительно здоровский, классный ремонт не так давно. Расскажите, пожалуйста, как теперь будет выглядеть средняя школа в Горках 10? Ну, мы второй год ремонтируемся. В прошлом году мы отремонтировали здание начальной школы. В школе Горки 10 два здания. Здание начальной школы, здание основной школы. Здание начальной школы мы в прошлом году отремонтировали. Оно у нас теперь выглядит так с европейским уклоном, таких хороших, ярких цветов. В этом году благодаря муниципальному бюджету, благодаря бюджету сельского поселения Успенского, я хотела большое спасибо сказать совету депутатов сельского поселения Успенского, нам было выделено 7 миллионов на первый этаж. Школа у нас давно не ремонтировалась, поэтому у нас эти деньги оправданы. Мы отремонтировали первый этаж, мы заменили проводку, электропроводку на первом этаже, полностью новый потолок. Мы заменили пол, теперь у нас такой современный, красивый пол, отвечающий всем требованиям, нормам СанПина, то есть антискользящий. Красиво подобрали мы цвета, подрядчики нам помогли в этом. Мы сделали себе фойе, которого у нас никогда не было, мы теперь сделали такую зону представительскую, где могут подождать родители, если придут к нам в гости, ну когда придут. Мы выкрасили действительно школу в разные цвета, то есть у нас такой, ну как по-простому сказать, евроремонт в школе, у нас колонны с зеркалами, вот у нас 3D-панели мы сделали. Ну колонны с зеркалами это не евроремонт, это классический российский ремонт. Я понимаю, да, просто вот они выкрашены такой буквой Г, вот совершенно разные цвета, у нас есть и лиловый, и салатовый, и желтый, и фиолетовый. То, что нужно детишкам с их восприятием. Да, такая вот она, такая веселая школа у нас стала, такая радостная школа. Детишки пока с родителями всего этого не видели. Ну сегодня прошли родительские собрания, старших детей, младших нет. Вот, я как раз вот после родительского собрания приехала. Родители уже оценили, да? Родители оценили, да, говорят, очень красиво, очень нравится, да. Да, ну и 3D-панели, которые мы тоже вот используем в нашем дизайне. Посмотрим, как это оценят 1 сентября, да. Ну и кроме этого, это вот за бюджетные деньги, а за небюджетные деньги мы открыли в этом году, отремонтировали второй и третий этаж уже сами, и открыли, рекреацию оборудовали, она называется у нас такая «Открытая библиотека». Я хочу... Как там было, наверное, секундочку, прям очень интересно стало. То есть прям действительно используются рекреационные помещения, там установлены полки для книг, правильно? Нет, она там немножко другая. А почему «Открытая библиотека»? Мы закупили туда новую мебель, такую тоже необычную, да, где ребята могут просто посидеть, почитать. Есть необычные полки, они такие большие, объемные, салатовые, на них такие углом сделаны полки. И лежат книги, которые, знаете, ну такой более, скажем так, небиблиотечный вариант, именно который не классика, а такие современные там, допустим. Какая-то полка будет для «Гарри Поттера», потому что есть детки, которые помладше. Какая-то есть будет «Метро 2032». Тоже как бы есть такие задумки. Аксана Борисовна, а позволите вам предложить кое-что? Да, конечно. Знаю, что есть прекрасная абсолютная инициатива во многих городах России обмен книгами. Да-да-да, это и есть задумка. Детишки приходят, ну наверняка, знаете, всегда что-то дома есть, даже хорошие книги, но не читают. Целеновые здания более есть интересные, люди приходят и обмениваются. Мне кажется, было бы вообще здорово. Ну, родители нам уже звонили по этому поводу, потому что как только в поселке узнали, что вот у нас есть такой вариант открытой библиотеки, открытой библиотечной рекреации, да. То есть книга будет, если она тебе понравилась, ты можешь ее взять домой почитать, можешь вернуть, можешь взять ее отдать другу. То есть вот такой вариант. Мы не так давно снимали материалы для информационного выпуска новостей, связанные с ремонтами подъездов по губернаторской программе. И вот были как раз в одном Одинцовском доме, не помню, к сожалению, уже номер. Там также имеется вот подобный формат. Внизу стоят также стенды, полки. Люди обмениваются и книгами, и не только, еще дисками, дисками с фильмами, с видеоиграми и так далее. Прямо замечательно. Ну, надо идея неплохая, надо ее подумать. Если действительно совет старшеклассников как бы решит, что это тоже нужно, почему бы и нет. Я просто еще хотела бы похвастаться, раз вы же меня пригласили. Давайте, приятно слушать. Да, мы сделали, закупили новое оборудование, теперь новые гардеробы, современные. Вот, по всем нормам можно будет и посидеть, и есть полки для обуви, то есть она теперь не будет висеть, она практически у каждого свой шкафчик. Мы очень довольны. Вот сегодня виделись, сегодня приходили старшие дети, сказали, очень красиво, нам очень нравится. Мы вас приглашаем в гости, и всех приглашаем к нам в гости. Приходите к нам учиться. Приходите к нам учиться, да, у нас очень хорошо. Я хотела добавить, что каждая школа, вот в рамках я как рабочей группы, возглавляющая рабочую группу по ремонту, от общественной палаты, по ремонту образовательных учреждений, хочу сказать, что каждая школа все свои рекреации делает в тематическом виде. И в каждой школе они разные и очень интересные. Например, в одной школе есть рекреация, которая посвящена вернисажу в Захаровской школе, картины, которые там рисуют дети. Другое направление есть по правилам дорожного движения в начальной школе изучения. То есть там прям напрямую можно сделать. В Савинской школе, например, есть территория, где сейчас вели шахматы в первом и вторых классах. И дети могут прям на большие не сидеть за столом, а большие вот шахматы и передать. То есть это очень интересно. К сожалению, уже заканчивается время. Ну, я уверен, что наши детишки, их родители вскоре сами смогут к вам прийти, на все это посмотреть. Спасибо, что вы к нам сегодня приезжали и все это нам рассказали. Спасибо. Удачного вам учебного года. Спасибо. Уважаемые телезрители, с вами был Святослав Савинков. Передача «Разберемся». Сегодня мы говорили о начале нового учебного года на территории Одинцовского района. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84 или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи и там же адрес электронной почты, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савинков. Берегите себя и увидимся.